Мое тело иногда сводит меня с ума. В мире найдется немного людей, которые страдали столько же, сколько я. Бесчисленные пневмонии, операции на спине, на глазах, на коленях и ступнях. У меня удалены гланды и аппендикс. Мне трижды делали кесарево сечение, и один раз трахеотомию. У меня частично удалена матка. Я болела корью и дизентерией. Не говорю уже о лечении от алкоголизма и наркозависимости. Мне сделали операцию на головном мозге через два года после того, как в мои бедра были имплантированы искусственные суставы. А затем еще оперировали, чтобы откорректировать имплантаты. Но я верю в жизнь, и буду за нее бороться. Элизабет Тейлор. Англо-американская актриса, королева Голливуда периода его расцвета, трижды удостоенная премии «Оскар». Первая актриса, чей гонорар за съемки в фильме «Клеопатра», составил миллион долларов. Элизабет Тейлор навсегда вошла в историю Голливуда как настоящая икона, будучи при этом еще и матерью, бизнес-леди, и общественным деятелем. Я никогда не хотела быть королевой. «Клеопатра» — это всего лишь роль, а я — актриса. И это просто было забавно воплотить ее на экране, не более. У «Клеопатры» была невероятно сложная жизнь. Ей пришлось быть невероятно жесткой, чтобы выжить. Меня привлекает в ней ее страсть. А вот самое важное для меня — это быть мамой, бизнес-леди, и активистом. Годы учат нас терпению. Чем меньше нам осталось времени, тем лучше мы умеем ждать. В Нью-Йорке я узнала, что нет лучшего дезодоранта, чем успех. Кто тебе настоящий друг, узнаешь, когда попадешь в скандал? Совесть у большинства людей, не более как боязнь мнения других. Каждый день мы должны говорить кому-то, что мы их любим, дотронуться до них, благодарить их за то, что они есть, это так важно. Я спала только с теми, за кем была замужем. Много ли женщин могут похвастаться тем же? Крупным девочкам, нужны крупные бриллианты. Если я люблю кого-то, я люблю их всегда. Женщина должна любить плохого мужчину один или два раза в своей жизни, чтобы быть благодарной за хорошего. Можно быть толстой, и все-таки обладать сексапилом. Все зависит от того, кем ты себя чувствуешь. Я думаю, что только счастье может быть познано, когда человек испытывает величайшую боль. Женщины в своем большинстве считают мужчин негодяями и мерзавцами, но пока не нашли им подходящие замены. Похоже, чем старше мужчина, тем моложе его очередная жена. Чтобы стать легендой, нужно сначала умереть. Со временем начинаешь сожалеть о всех совершенных тобою грехах, и еще о нескольких, которых не совершила. Вкус формируется постепенно. Лет 20 назад мне случалось выходить замуж за мужчин, которых нынче я бы не пригласила к себе на обед. Вы не дождетесь от меня заявления, что я уже не выйду замуж еще раз. Родители внушили мне уважение к браку, поэтому я всякий раз выходила замуж, а теперь, меня называют блудницей. Если продюсер настолько глуп, что предлагает мне миллион долларов за фильм, я не настолько глупа, чтобы отказаться. Я не помню, когда я не была знаменита. Роли стерв, даются мне с особой легкостью. Я всегда признавала, что управляю моими страстями. Не может быть любви, без уважения. Все, что я вижу в зеркале каждое утро, это лицо, которое нужно помыть. Я понимаю жизнь и цели в ней, как и большинство простых людей. Мне просто невероятно повезло. Я не ждала, что стану любимицей миллионов, и обладательницей таких роскошных вещей. Я никогда не думала о своих драгоценностях, как о трофеях. Я здесь, чтобы заботиться о них и любить их, потому что мы – всего лишь временные хранители красоты. Я люблю внуков потому, что мне не надо их воспитывать, выговаривать им за что-то, делать замечания. Это все дело родителей. Кстати, мои дети неплохо воспитали своих детей. Все-таки я была правильной мамой. Столько всего еще можно сделать. Я не могу сидеть сложа руки и почивать на лаврах. И никто из нас не должен. Сейчас я передвигаюсь в инвалидной коляске, но я передвигаюсь. Каждый день я вынуждаю себя переставлять одну ногу впереди другой, чтобы сделать шаг. Ты борешься, ты плачешь, ты просишь у Бога помощи. Затем ты занимаешься бизнесом выживания. Вот как я делала все, что я делала, другого пути нет. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подпишитесь на канал.